Сейчас буду рассказывать про мой самый любимый и одновременно самый нелюбимый грунтовочный лак для паркета, ну и вообще для дерева. Бергер L81. Значит, что это такое? Это так называемая поджигающая грунтовка. На самом деле, это сам по себе, он даже может использоваться как полноценный лак, но мы его используем именно как поджигающая грунтовка для того, чтобы в бесцветном варианте сделать все-таки максимальную насыщенность цвета. Где это может быть полезно? Это может быть очень полезно при, например, геометрическом или художественном паркете, когда применяются несколько контрастных пород дерева. И для того, чтобы, наоборот, усилить контрастность пород, то есть, чтобы темное стало темнее и более ярко выделялись между собой породы, вот этот грунт будет очень хорошо. Это первое. Второе. Когда стоит задача просто сделать, например, даже однопородный дуб, сделать таким более насыщенным, более таким, знаете, как в хорошем состоянии антикварная мебель. Тоже хорошо подойдет эта грунтовка L81. А еще мое мнение, что когда мы делаем такие достаточно ответственные, серьезные объекты, и когда стоит задача запечатать древесину максимальной, так сказать, не на 100%, но максимально ее защитить от перепадов влажности, то тоже рекомендую использовать грунт L81. У него очень высокий сухой остаток, и действительно древесина, покрытая этой грунтовкой, среди всех других грунтов, наверное, древесина будет меньше всего реагировать на перепады влажности. Это я рассказываю в большей степени из своего опыта. Это наблюдение мы сделали достаточно давно. И, собственно, по результатам этих опытов я эту технологию применил в своей собственной квартире в Санкт-Петербурге. Много лет назад, 2005, по-моему, год, я ленивый, хоть и сапожник с сапогами, то есть паркетчик с паркетом, но ленивый. Я понимаю, что, конечно, да, надо поставить увлажнители воздуха, у меня первые несколько лет они стояли, но я понимал, что я в том числе должен максимально древесину защитить от перепадов влажности. Поэтому я применил такую технологию. Я для своего дубового паркета использовал два слоя грунта L81, то есть, опять же повторюсь, за счет высокого сухого остатка древесина получилась максимально запечатанной, и после этого покрыл три слоя хорошего немецкого двухкомпонентного лака. Собственно, сейчас у нас на дворе 2022 год, уже 17, получается, лет этот паркет стоит. Никаких предпосылок для того, чтобы его перешлифовать, абсолютно нет. Щеление небольшое наблюдается, но с учетом того, что увлажнителями воздуха я уже просто не пользуюсь долгие годы. Если бы там было покрыто грунтовкой на другой основе, щели были бы гораздо больше. Поэтому очень рекомендую обратить на него внимание в определенных ситуациях. Это на тему того, почему этот грунт у меня очень мой любимый. А почему он нелюбимый и почему мы его не рекомендуем, и на самом деле мы его не очень часто рекламируем, не рекомендуем использовать, потому что он на основе достаточно вредного растворителя. Он имеет свои особенности в нанесении, его ни в коем случае нельзя накатывать толстым слоем. То есть его надо наносить очень тоненько, чтобы не оставалось перекатов и нахлестов, потому что опять же за счет высокого сухого остатка это будет потом видно на отцвет. И он очень сильно, очень агрессивно пахнет в момент работы. Поэтому применяйте его только в той ситуации, когда это действительно необходимо. На каждом объекте я бы не стал его использовать. Ну, теперь давайте просто посмотрим. Ох, запах, чувствуешь? Спиртом запахло. Нет, здесь не спирт в основе, это как раз таки не спиртовая грунтовка. Вот мы много используем грунтовок на спирту. Спирт тоже достаточно агрессивно пахнет, но спирт из всех растворителей наименее вредный. А точнее сказать, по нашему наблюдению, он практически вообще безвредный. Но опьянение у него такое конкретное. В данной ситуации опьянение будет очень сильное, поэтому если объекты, ну, если это не одна комната, там полноценный дом или квартира, я однозначно рекомендую при работе с ним использовать маски, специальные маски или респиратор. Очень сильно похоже на запах ацетона. Нет, это не ацетон. Здесь такая хитрая комбинация растворителей, каких не знаю. Видно, да, насколько древесина резко насытилась, контрастность между... То есть мы сразу увидели всю красоту, мы увидели насыщенный такой красивый цвет. И после его высыхания, то есть после того, как растворитель улетучится, этот цвет в таком виде и сохранится. А если после нанесения первого слоя, L81, вы еще и вкатаете второй слой, то у вас будет действительно очень хорошо запечатанная древесина. Вот мы эту технологию применяем на очень ответственных объектах. И практически всегда используем на художественном, каком-то сложном таких, сложных рисунках. Этот лак вообще в принципе создан как финишный, но мы на опыте поняли, что его как финишный использовать, ну не знаю, я бы не рекомендовал. Объясню почему. Во-первых, он глянцевый. То есть он высоко глянцевый. А как любой высоко глянцевый лак, еще и тот, который очень долго сохнет, в момент, пока он будет высыхать, на него просто очень много налипнет пыль, летающая в воздухе. То есть вот что-то насыпется, и это будет видно. На глянце это видно. Сдать мастеру это будет практически невозможно клиенту. Вот, это первое. Второе, ну глянцевые полы, это всегда же вообще такая, ну отдельная история, да? Да, честно, они протаптываются наверняка. Глянцевые полы, да, они протаптываются, и они будут очень сложные в уходе. Честно сказать, я бы ни одному своему клиенту намеренно не использовал, не рекомендовал бы использовать глянцевый лак. Ну только если у него прям, вот хочу не могу, да, вот жить не могу без этого. Ну и тогда, наверное, не L81, а 2КПУ? Тогда лучше всего использовать два слоя L81, а потом уже использовать двухкомпонентный водный лак глянцевый. Почему? Потому что пока водники высыхают гораздо быстрее, да, то есть испаряется вода, и лак застыл. Вот это за этот промежуток времени, как правило, это до часу, да, просто не так сильно насыпятся вот это вот, ну, пылинки, ворсинки, которые вот это вот в воздухе витают. Легче знать. Доверяйте профессионалам.